Приветствую вас. Знаете, я вот думаю, что вы застряли между страхом университета и страхом проявить себя настоящим. Я не знаю, что история произошла у вас с мужем и почему он собрал вещи и ушёл. Вот, может быть это человек, который в принципе вот так реагирует на какие-то конфликтные моменты. То есть, ну в принципе это человек, который вот в принципе так реагирует на какие-то стрессовые ситуации. То есть, ну в принципе это человек, который вот словно говоря не любит конфликты, да. Вот, и вряд ли его, ну вряд ли его можно как-то здесь за это обвинить. Потому что ну в конце концов это право человека находиться в конфликтах, ну находиться в конфликте или нет. Вот, и если человек в данном случае не хочет находиться в конфликтах, то это его право. Вот, мне не кажется, что вы с одной стороны требуете от него быть другим. Вот, просто вот ты уходишь, там грубо говоря, от конфликтных ситуаций ты уходишь. Вот, а ты не должен уходить, ну потому что я считаю, что это неправильно. И вы ему это транслируете, что это так неправильно. Вот, и может быть вы правы, может быть, но вы правы только для себя, вы не правы на него, потому что на него все по-другому. И вы давите на него, таким образом. И давление, конечно, не сказывается лучшим образом на его уверенности, на его комфорте, на его свободе, на его самочувствие, на его спокойствие, уверенность и так далее. И, если честно, я думаю, что, я думаю, что подобное происходит не впервые. То есть, я вот думаю, что, ну вот я так думаю, что это не первый случай, когда вы от человека, там, требуете, что это, от чего он вам, дать не может, требуете от него быть тем, с кем он, вот, ну просто в силу своего текущего состояния, на данный момент, я не говорю, навсегда, быть не может. А вы от него требуете, не принимая его таким, как он, как он. И этот человек, человека еще больше отталкивает. Не можете вы не воспринимать свои чувства, которые вы испытываете, то есть, вот сказать, что я хочу, чтобы ты вернулся, я хочу, чтобы ты был рядом. Не как унижение, вы тоже не можете. Я вас понимаю и связываю с тем, что сказать, ты мне нужен, это нормально. Это не делает нас унижающейся, но так себя чувствуете вы почему-то. То есть, вас это вот по какой-то причине унижает. И мне кажется, вот у меня так вот думается, что было бы очень здорово вам на это обратить свое внимание, а с этим поработать, чтобы, ну как-то вот не воспринимать эту, это как унижение все-таки. Потому что, ну, немножечко это про другое, да, немножечко это про возможности, про способности, я бы сказал. Это про способность человека чувствовать, это про способность человека чувствовать, ну, что-то. там, грубо говоря, какие-то эмоции, чувствовать себя, не знаю, слабым, да, чувствовать себя, там, ну, уязвимым, например. Чувствовать себя, там, тем, кто, ну, может, может ощущать боль, может ощущать, что-то такое, что-то такое, понимаете. А от всего этого такое впечатление, да, что вы пытаетесь, ну, отстраниться, отстраниться. Вот. Хотя это часть жизни, в том числе, это часть семейной жизни, в том числе, это часть эмоциональной, бытовой жизни. Вот. А у меня вот складывается такое ощущение, что вы изо всех сил это отрицаете. Вот. И пока вы будете отрицать, ну, муж, он будет, к сожалению, он будет, ну, избегать вас, он будет чувствовать давление на себя. Вот. И это давление, оно, в том числе, будет, вот, проявляться, ну, ваше давление на него будет проявляться, вот, в том числе, он не захочет выносить, как бы, любое напряжение, напряжение, вот, потому что, знаете, что, как бы, его, там, какие-то слабости, да, грубо говоря, вами, ну, могут не восприняться, вот. Потому что вы требуете от него, там, помимо того, чтобы быть другим, так вы еще и сами, вот, эмоционально демонстрировать некоторых такую вот мягкость, потому что, да, вы не готовы. Вы не то, чтобы, там, должны особо, вы поймите правильно, да, как бы, вы не должны это делать. Вот. Вы просто, эм, пока что не определились, на мой взгляд, эм, тем, чего вам хочется. И, в этом, есть, ваша, такая вот, эм, болезненная, эм, история. Вот. Ага, если вы захотите разобраться с этим, что это хорошо. Ну, это можно сделать. Что с этим, эм, действительно, можно и нужно разбираться. Вот. Но, если вы, эм, вот, условно говоря, эм, пытаетесь сохранить брак, но не понять и расположить в себе человека, и от того, что вы теряете, условно говоря, некоторую почву под ногами, вы тревожитесь и вы, эм, как говорите, на грани. Ага. Вот это, больше. Про вас. Про желание, эм, уйти, в, эм, эм, уйти, в свои, иллюзии, в свои фантазии и не понимать того, что что можно разлюбить из того, что может наступить разочарование, что разочарование абсолютно нормально, что разочаровывает мы, в общем-то, даем новую жизнь себе, новую жизнь отношениям, новую жизнь эмоциональности, своей эмоциональности, эмоциональности другого человека. Разочаровывает, мы наконец-таки видим его настоящего, и мы можем, увидев его настоящего, сформулировать свое настоящее отношение с тематом. А вы, мне кажется, больше привыкли в негаиллюзионности жить. Я не говорю, опять же, что это всегда плохо, но в данном случае вас это беспокоит, это беспокоит то, что вот это не соответствует. Реальность не соответствует, потому что есть на самом деле. И это, ну, тревожный факт, конечно. Потому что вы не будете, знаете, с того что ходить, вы не счастливы, вы напоминаете, в какой-то степени вы напоминаете белку в колесе, которая вот бежит-бежит-бежит-бежит, а проделывает вообще просто гигантскую работу, а в итоге ничего абсолютно не получает. Ну, потому что работа называется «Матышный друг», а работа никуда. Вот такой вот момент. А вот давайте, знаете как, вот, чтобы вы могли сказать своему мужу, если бы вы, там, оказались с ним еще раз в такой же ситуации, вот в ситуации, в которой вы описали, что вы, там, вот, грубо говоря, там, вы сидите рядом, молчите, вот что бы вы магнитом своим мужем сказали. Вот, как мне кажется, как мне кажется, что бы вы могли ему сказать, это, 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 что, как раз, что будет, если вы представите себя униженным, то есть, вот, как происходит унижение, если вы расскажете ему, своему мужу про это унижение, про то, за счет чего вы унижаетесь, в чем вы себе сомневаетесь, продемонстрируете мужу свою слабость. Вот, тогда у вас появится шанс на то, чтобы установить с ним какой-то контакт, прикоснуться к его, интимному, интимному пространству, интимной сфере и продемонстрировать свою, так сказать, беззащитность, свою человечность, свою мягкость, в смысле, вот, характеристики. И это может послужить началом в создании отношений, вот. А сейчас это больше напоминает борьбу, к сожалению. А сейчас это больше напоминает, знаете, такой раздел, вот, раздела и власть, вот так, это больше сейчас на этом проходит. И, что, что вы описываете, это тоже, больше похоже на, или за движение перед бурей, или наоборот, после войны. Вот. Ну, тут, вероятно, вам придется ответить на вопрос, какая вы женщина вообще, и подходящего ли вы их, мужчину выбранную для себя. И вам понадобится смелость, чтобы ответить на этот вопрос. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.